Вяжем цепочку из 14 воздушных петель. Вкалываем во вторую петлю крючок, провязываем столбик без накида и так до конца цепочки. В последнюю петлю провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, еще раз в эту же петлю провязываем столбик без накида, ниточку накладываем на полотно, придерживая пальцем и обвязываем цепочку с другой стороны. Чтобы не путаться и не сбиваться, вяжем столбики как бы над столбиками, видя вот здесь столбик, провязываем над ним столбик без накида. Я делаю захват за две нити. Когда я обвязывала с первой стороны, я захватывала одну нить. Теперь я захватываю две нити. Можно захватывать и одну нить. Довязав почти до конца, обрезаем лишнюю нить. И не довязывая три столбика, делаем воздушную петлю, разворачиваем полотно, вкалываем сразу же в петлю, но не под обе полупетли, если мы будем вкалывать под обе полупетли, у нас будет плоский листик. А чтобы у нас был рифленый листик, захватываем нить, дальнюю, дальнюю полупетлю. Вот удобно развернув листик таким образом. Довязав до того места, где у нас две воздушные петли, мы делаем два столбика под арочку, два столбика без накида, две воздушные петли, еще раз сюда же под арочку, два столбика без накида. Внимательно, вот этот столбик находится рядышком за заднюю полупетлю. Не пропустите этот столбик, иначе у вас получится кривой листик. И продолжаем вязать, захватывая заднюю полупетлю листика. Не довязывая раз, два, три столбика, вот еще один столбик мы связали. Иногда нитка растягивается, поэтому можно последний столбик связать за обе нити, за обе полупетли. Делаем воздушную петлю, переворачиваем полотно, и сразу же вкалываем предлежащий столбик, провязывая столбики без накида за заднюю полупетлю. Листик можно связать с тремя зубчиками и вершиной. Закончить его можно здесь, обрезав нитку, либо вернувшись к основанию листика. Как закончить? Под арочку провязываем столбик без накида, воздушную петлю, и обрезаем нитку. Если нить будет заправлять, то обрезаем короткую нить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok